Всем привет, друзья! Микрофон Олекс. Мы продолжаем смотреть за нянь-нянг чемпионшип, азиатская квалификация, у нас финал бенеров, взглянем мы на сетку, ну и видим, что, по сути, для команды Минеск и Сингапур Реджект, по сути, два шага до выхода на лан-турнир, один шаг до выхода в гранд-финал. Ну, собственно, игра не на вылет, если кто-то проиграет, то всегда будет шанс вернуться в гранд-финал через Лузера, так что команды в данный момент на этой квалификации самые сильные, сильные нет, стоит отметить то, что вылетели Мпи Феникс, но так вот бывает, да, казалось, Мпи Феникс команда неплохая, вот, что-то пошло, ребят, не так. Ну, если мы говорим конкретно о командах, то Минески приглашены на квалификации к мейджору в Франкфурте, в списке они вторые, после Фнатик, и мы понимаем, что команда Минески как раз так является одной из самых сильных в азиатской лиге. Ну, после Фнатик, есть, конечно, Мпи Феникс, Мпи Ход Сикс, но, интересно, факт, что, наверное, впервые не приглашены азиаты, в принципе, китайцев много, а вот ни Фнатик, ни Мпи Ход Сикс, ни Мпи Феникс инвайта не получили. Ну, что ж, бывает, насчет Сингапур Эджект, команда появилась относительно недавно, но при этом уже показала, что умеет играть, прошла через немало команд, у них пока только одни победы, ну, и если команда каким-то чудом сможет пройти на ланы, то это будет победа для сингапурского коллектива. Ну, посмотрим, так ли это будет на самом деле, давайте переходить к драфту. Виверна Дазл банят Сингапур Эджект, Минески банят Баратрум и Квапу, Дарк Сир и Эмбер Спирита берут, ну и СГР отвечают Тускаром и Виспу. Неоднозначный пока пиха, и, возможно, разводит на бан Тинника, а, возможно, просто взяли Виспа, опять же, Висп герой, который со многими персонажами может играть вместе. Это тоже Бристлбэк, это даже Герокоптер, ну и, разумеется, Тинни через Хаус Найт, позабытый, но, тем не менее, так же эта связка работает. Ну, посмотрим. Минески, опять же, как-то не удивляют, снова Эмбер Спирит, который появляется буквально в каждой игре, без исключения, мы видим, что герой сильный, герой очень опасный, и на этапе лейнинга, и в мидгейме, и в лейтгейме, всегда он представляет немаленькую опасность. Насчет коэффициентов, ну, я думаю, понятно, что команда, которая приглашена на квалы, разумеется, она сильнее. Минески имеют 1.3, Сингапур Рэджект 2.7, так что есть у нас определенно фаворит. Винера все идут в формате Best of 3, то есть до двух побед у нас идет игра Лозера, Best of 1. В гранд-финал будет Best of 5, так что ошибиться будет нужно один раз, но больше ошибаться нельзя, если хочешь пройти в гранд-финал. Минески добирает себе ВИЧ-доктора, забанили Тинни-катаки, решили не рисковать, иначе могли бы быть немаленькие проблемы. СГР забанили Сайленсера и Дизраптора, ну и третий пик от Бомбермена. Уверен, что СГР участвует в открытых квалификациях, пытается там отобраться. Конкуренции там немало, конкуренции там хватает, ее предостаточно. Ждем пик Бомбермена, героя под виспа, как я понимаю, какого-то. Брали, помню, в один момент Keeper of the Light с виспом, хорошая комбинация. Особенно через Релокейт можно часто обузить и улетать, прилетать безнаказанно. Но берется Шторм Спирит, забытый герой, кстати, после нового патча. Ну и понятно, тот же Найт Сталкер на корню контрит Шторм Спирит. Да, Сайленс ночной, на первом уровне 5 секунд. По сути, Шторм становится бесполезной пандой. И, возможно, поспешили СГР с этим пиком, но не знаю, не знаю. Шторм Спирит. Сможет на себя проявить. По всей видимости, мидер. И, скорее всего, будет у нас дабла, либо трепла на топе с виспом. Но, опять же, позиция Бриселбека свободна. Она смотрится здесь не так уж и плохо. Есть и герокоптер, который также есть. Который также смотрится очень хорошо. Ну и ждем. Ик от Бомбермена. Напомню, что сегодня, после этой игры, будет еще игра команд Тинси и Спейс Крейтерс. Это будут лузера. Ой, тролль Варлорд. Ничего себе, вот это Эсгарда удивляет. Вот эти... Решили стариной махнуть. И Шторма, и Тролля. Герои, которые исчезли в патче 6.85 и 6.84. Ну, интересно. С виспом это какой-то ультра-быстророшан можно устроить. К минуте 6-7, как только маска появится. Под Батл Трэнсом, под пассивкой, с виспом, оверчарж. Ну и, в принципе, это комбинация, которая прилетает и убивает. Ну и тролль не зависит ни от каких сайленсов. Ему, в принципе, все равно единственная проблема это Войт, которая все-таки дает шанс миссовать. Или маленький шанс миссовать. Для Тролля это не хорошо. Ну, интересно. Банница Брислбэк, да. Все-таки в наличии-то он был еще и... Мог бы стать огромной проблемой для Минески. Если у Минески все по-стандартному, такой стандартный рабочий пик, то СГР... Возможно, заготовка, но полить заготовку на няняк чемпионшип, на квалификации, может быть, не стоило бы сейчас. А может быть, просто какие-то идеи появились, и в Бабе. Ребята, попробовали, все работало. Героя. Выигрывали, ну... Увидим. Виндрэнджер на Соломит отправится. Дараксир на сложный. Найт Сталкер, Вич Доктор, два саппорта, Эмбер, фармящий герой. Ну, опять же, все читается легко и просто, поэтому... Тут удивляться нечему. Пик очень хороший. Есть и физдэмэдж, и магдэмэдж. Есть хорошие дизейблы, и каски, и шеклшот, который просто адово клевый есть, и сайланс от Найт Сталкер есть, и возможность как-то стянуть персонажей в одну точку, это вакуум, конечно же. В общем, именетский пик сбалансированный. Всего понемногу есть, но и вот это немного, оно всегда будет использоваться. Не Крофос на вас пике, но СГР прям удивляет. Мне вот прям очень хочется посмотреть, а что они покажут в доте. Пики-то понятны, но надо себе показать еще. Давайте смотреть. Ждем пока. Разберут игроки героев своих. Да, запись стрима, конечно же, будет, ребят, на канале. Тототворохаб, заходите на ютубе, подписывайтесь, и там все видео буквально в течение пары часов будут на ютубе выложены. Так что, если вы пропустили первую игру или хотите пересмотреть, то заглядывайте, да, там все будет. Так, все у нас героев своих разобрали, все готовы. Остается пауза, но не суть. Чибикс на тролле, Полоса на Некрофосе, Бомбермен на Виспе, Айсайрон на Штранспирити, Чизи на Тусике, Ку-ку, Гвиндрэнджер, Джейси Ваш на Найтсталкере, Райер на Драксире, Рейджинг Потейта, Тима Толемикник поменял, то ли что, не помню такого парня, на Найтсталкере, и Кассел на Вичдокторе. Да, СГР пиком удивили, это минимум. Тролль, Висп, Некрофос, Шторм, все это в одном месте, в одно время, вот это, конечно, интересно. И, наверное, будут это дабллейны. Ну, очевидно, так, Висп плюс тот же Тролль. Висп плюс Тролль, Шторм Соломит, и Тусик плюс Некрофос на ботами. Выглядит это, наверное, самым лучшим вариантом и раскладом. Шторма запулили, ну и пойдет. Как-то пытаться ВР-ку перефармливать. Закуп у них идентичный пул, идентичный, но ВР-ка имеет дэмэджи все-таки побольше. Хотя нет, слушайте, нет, одинаково, вру, вру. Моя ошибка. Одинаково дэмэджи, но пару-мар ВР-ка проседает. Посмотрим. Противостояние очень интересное, равное героя, но здесь будет мешать Джесси Ваш. У команды СГР такого противного саппорта нет. Да, есть Чизи, но саппорт немножко не тот. А вот на Сталкера монопул небольшой, но с наступлением ночи становится просто невероятной проблемой. Да и дэмэджи у него много, армора много. Да, там уже реально больше, чем даже у ВР-ки, которая с нуталисманом, которая как бы должна восхитить. Какие-то паузы бесконечные, может быть, лагают ребята. У нас вроде пинг нормальный. Сейчас заценим, где 300 должен быть. Да, 266. 266 пинг. Так, ну окей, ждем. Все поливали. Теперь конец с ребятами и начнем смотреть. Ну, пока что, да, дабл лейн, притом дабл лейн некрофос плюс висп. На топе туск плюс тролль и на миде шторм. Ну, команда Минески. На топе раер. На ботами пока один Эмбер Спирит. На миде Уэрк. Ну и Сталкер будет помогать на миде. На топ. Наверное, только один Дарксер отправится. Вич доктора нужно идти на бот. У него Сан-3. Он здесь готов повоевать за руну. Как-то так. Как-то так выходит. Так, все вроде переконнектились, но пока информации нам не дают. Да, готово. Готовы? Поехали. Поехали, поехали, поехали. Да, тролля мы не видели очень давно. Нет, он появлялся как-то временами. Такие вот тоже пики непонятные были. Экспериментальные, но так что... Ой. Тут тролль жесткий. Тут тролль жесткий, конечно. Ну, зато подфилился, в принципе, да. Ну, вот эти вот пики, там, мисклики, все это, опять же, эти вот мелочи, они уже порождают неприятности. Вот того, что сейчас тролля похарасит хорошенько, там гусики закончатся, и что ему делать? Непонятно, что делать. Тут узко, особо ничего нет. Пришел Джесси, Чизи, отогнал подальше, ну, и контролируется топ руна, на ботами, Эмбер также забирает руну, но ценой, собственно, жизни от Рошана пытается задынаиться. Тычка, еще тычечка, и Рошан забирает, Эмбер, вперед, да. Телепорт на себе приобрел, но в итоге потерял он 29 золота, заработал сотку. Ну, наверное, неплохо, наверное, неплохо. Правда, на Телепорт потратил ту же сотку, поэтому все-таки в минус ушел на 40 золота. Но на Телепорт меньше уже потратил, да, 75, на не 100. Ну, в общем, интересное начало. Благо, Телефраги нам не пишут никакие, можно не бояться, что там ФБ было, не было, пропустили, не пропустили. Не пропустили. Не пропустили. ФР-флад, чувствую, это будет долгая игра. Да, Минески опять говорит, что лагает. В частности, мидер команды Минески. Что за полоска справа? Справа полоска от войсчата. Она появляется, я попробую, конечно, что-то сделать. Ну, ладно, уже не попробую. Но она не исчезает, в общем. Сид войс, почему-то. Не знаю, может, у вас был треугольник, только может появляться здесь квадрат зеленый. Примерно вот так вот только еще весь закрашенный. Ну, так еще более-менее, она хотя бы не особо мешает, но ТВ мы все-таки говорить должны. Смещается. Джесси. Ну, Джесси, главное теперь просто ждать три минуты. До четвертой минуты дождаться, там будет ночь. Смотрите, как курьер ходит просто такими ходами запредельными, что попробуй его убей. Ну, там сталкер и не пытался. Никогда он не подходил. Нижняя линия, бис плюс некропос. Интересная дабла. Посмотрим, смогут ли они себя проявить должным образом. Пока не особо. Но убить ее будет сложно. Да, там деспульс, там оверчардж. Суммарно будет просто какой-то огромный подхил и будут проблемы. Но опять же, придет тот же сталкер. Да, сайланс. И как бы на этом все заканчивается. Там очень быстро можно будет убивать. То же самое со штормом. Секропосом и сайлансом. Да, три героя, они контрятся лишь одним сайлансом. Пока все очень спокойно. Предельно аккуратно играют оба коллектива. Никуда не лезут. Ну, тут Драксир пошел за Чизи. Чизи контролит руну. Но там Джесси подоспел и Джесси руну там за контролит. Айшар сдаются, но не совсем. Так как хотелось бы. И в итоге там можно Чизи убить. Айоншелл. Пошел. Райер. Есть Сорж. Сорж и побежал. За Чизи. Чизи. Есть только лишь Сноуболл. Бойт. Чизи. Проседает. Уйти бы в Сноуболл. Да, для себя время. Уходит Сноуболл. Но опять же, только время дает для себя. Там будет павершот. Там павершот. Даже не дается. Просто через Айоншелл убивают. Но получает фраг Найт Сталкер. Варсблат. Минус Туск. На Виндрани. Ку-ку. Айсайро. Очень сильно бьет. Айсайро. А вот тут Висп неожиданно прилетела. Шеклшот надо давать. Шеклшот дается. Но не точно. И проблема огромная. У Виндрэнджер. Умирает она. Ошибка. Наглость. Сыграла злую шутку. Ску-ку. Висп оказался неожиданно на лейне. Ну как. Мог бы, конечно, дать информацию Эмбер, что пошла. Пошел, точнее, герой противника куда-то. Висп. А он пошел на руну. Ну и... Вот он фраг для Шторма. А, да. Неплохой путь для него. 1-1. Эмбер пока что наравне идет. По фарму с Некрофосом. Тролль. Топ-1 по фарму. Целых 17 крипов. Топорик себе купил. Ну и ночь. Через минуту наступает. Через минуту начнется веселуха. Ну и посмотрим. Многие говорят, что первая ночь является самой важной для Найт Сталкера. И если он ее не реализовывает, то потом становится не самым полезным героем на карте. Если же все идет хорошо, то команда с этим героем с Нежимкомом идет к победе. Ну, увидим, так ли это. Джесси Ваш проседает. Вот. Спиритов из Хва. Закрыли его здесь. Есть тролль. Пошли топоры в бой. Ну и Войт похоронный. Погибает Найт Сталкер. Будет он первую ночь встречать. Со вторым уровнем прокачки. Есть у него Войт. Есть у него пассивка. А вот Сайланса нет. Это, кстати, огромная проблема. Все-таки Сайланс, он всегда очень кстати. Шторма вот-вот появится. Ультимейт через один левел. Ну и ночь наступила. Кассел оказывается в ловушке. Есть Полосон. Кассел просто уходит. Найт Сталкер дает телепорт. Ну и попытка убить Полосона будет, безусловно. Он здесь, кстати, один. Висп телепорт не имеет. И надо как-то подцепить. Надо как-то связать. Но Лэйм пропушился очень и вовремя. И подвышку. Ну, в принципе, Джесси может полезть и подвышку. Но так валиться, вот так вот прям стоять подвышка не стоит. Полосон играет очень аккуратно. Понимает, что нету на Лэйне. Сталкер, нет его нигде на карте. И рисковать не стоит. Зашел и Кассел сюда подвышку, но Эджа аккуратен до нельзя. Да, нельзя. Аккуратен Некропос. Сместился на мидл. Там тоже никого не найти. Ну и вот уже 45 секунд прошло. Ночи. Остается еще 3 минуты. На топе. Райер еле уходит от преследования. Айшарц. Айшарц. Даются. Райера закрывает. Демо, кстати, не наносит. Ну и уходит. Здесь на миде. Тем временем убивает. Шторма. Джесси. Все-таки погибает. Не хватило. Удар ресторейшн от Вич Доктора. Но размер саппорта. Наш мидер плюс саппорт. Это очень неплохо. Эмбер. Погоня. Дес пульс. Стейки. Ну и выживает. Выживает. Некрофос. Эдж убить его героя сложно. В соло. Когда у него и стики, у него и дис пульс. И дис пульс там уже не маленького уровня. Ужасим. Фармить через Айншелл. Нейтралов. Маленький спаун. Без перчатка. Не исключено появление Мидаса какого-то. Ну и две минуты ночи позади. Пока есть. Три фрага. Наличие. Вот. Минески. Притом. Три фрага исполнил. Найт сталкер с помощью его. Или лично. Но это неплохо. Надо идти убивать дальше. Так. Проблема. Изначально сказали, что уж Торман. На самом деле не так. Эмбер погибает. Также Касла можно подцепить. Каски неплохие летают. Есть и Джейси. Но против трех героев ты не воин. Шторм на ультимейте полетел. Выходит Кентавр. Может быть подстанешь. Нет. Кентавр не станет. Но отлично. Ультимейт отдается еще от роля. Бьет быстро Шторм. Бьет быстро тот же Виспу. Который 60 демоджа. 3-5 СГР. Начинают. Очень уверенно. Несмотря на то, что они аутсайдеры. Номинально данного матча играют. На всех лейнах. Хорошо. Аккуратно. Не подставляются. В то время как Минески. Дают волю эмоций. Куда-то лезут. Не ошибаются. Надо забывать, что в команде на месте есть Висп. Сталкер на хосте. Побежал. Ну, тролля убить сложно. Он слишком острый персонаж. Вот так вот максимум чибикса можно потыкать. Но лезть под вышку. Когда-то могут быть телепорты. От Виспа. От Туска. У Туска есть телепорт. Туск. Видит Джейси. А вот теперь проблемы могут быть. Закрыл. Что дальше? Тепа-аут. Сделает ли? Да, сделает тепа-аут. Нет смысла бить. Чибикс. Но чибикс нет смысла бить. В принципе, кстати, там может присосаться Висп. И можно попробовать что-то сделать. Рядом находится еще и Шторм Спирит. Но нет у него ХП. Нет. Не ХП. Мана нет. ХП-то есть. Но ХП толку немного. Реман. Дается. Былетели каски. Полосона. Связали. Полосон. Стики. Пока не прожимает. Прожимает стики. И последний точек от Вич-Доктора таки добивает. Айсайра. Прилетел. Но у него не очень много мана. Лучше не тратить вортекс понапрасну. Иначе вылететь с файта уже не сможешь. Убили Некрофоса. Но тролль фармит. Базила. Включено. Фейсбуд с топор. Курьер. Пуст. Вот его. Шторм Спирита. 15 секунд до окончания ночи. Ну и можно будет сдохнуть с облегчением. СГР не на фиделе. Это главное. Если бы сейчас Сталкер бы убивал на всех лейнах подряд, то была бы беда. Просто такое часто происходит, когда ночью Сталкер убивает и ничего не может делать. Тут СГР играли аккуратненько. Ну и 2. 1. Все. Наступает день. Сталкер становится не то что бесполезным, но четвертый уровень у него есть. Сайленс он не прокачал. Так что все неплохо. Все сложилось очень неплохо. На топе. Чебикс. Шеклшот. Отлично. Топоры пролетели, но Куку на этом все равно. Он бьет. Пауэрши четвертый и минус. Джесси. Проблемки будут, разумеется. Нет ультимейта. У Некропоса, но хватит и без него. Сделать враг. Минус на это сталкер. Но размен все равно хороший. Саппорт она кэрин. Так что команда минески не расстроена. Они уходят. Они живы под бордом. Полетел Куку. Сейчас бы какой-то Клок бы с Хукшотом. Ну и никуда бы Куку не улетел. Но Куку что-то нет. Клока тоже. Так что живет. Миндрэнджер. Касл на стаках. Да, для Эмбера они не помешают. У него базилка. Порманшил ботинок. Мэджик Вент. Ну и, опять же. Очень любят азиаты покупать именно travel boots. Не пауэртрейцы, а только travel а. Редко покупают. ПТ. Айсайра. Вот с вылезет шекла. На шеклблок. Они очень удачные. Тем более второй. Зейбл Нясова большой. На ботами. Чибикс. Ну там, опять же, непонятно кто кого. Связка третья. Флэмгард четвертый. Чибикс сильно проседает. Связку не уйти. Флэмгард не сбить. Ну так, до конца идти. Может быть и ошибка. Флэмгард догорел. Здесь тролль. Вортекс подцепили. Есть кассл. Касски полетели. Но кассл там может здесь и подставиться. Хоть и каски стоит на шторм. Должен лететь. Сейчас надо испу подрегенить. Нет, телепорт. Просто. Айшарц. Торрэйшн работает. Но толку от этого немного. В итоге минус 2. Размен натраля. Но не погиб Эмбер. Вопроса бы не было. Что файд в пользу Минески. Но погиб Эмбер. Третий раз уже при том. 1-3-1. У него КДА. Для кэри это просто отвратительно. Но что поделать. Делать нечего. Шторм. Пауэр тридцей есть. Но Эмбер, опять же, ситуация пока плачевная. Купил пауэр тридцей. Да, понял, что травела они хороши. Но они когда на минуте 12. А не на 18. Ну, уже на 12 минуте они никак не будут. Даже секундромбе не будут. Эмнанты. Пошли. Пополоса. Полоса она. Связали. Вакуум. Дается. Пауэр шот. Последний удар от Эмбера. Ну и фраг. Копилка Эмбера. Падает. Неплохо. Все очень четко. Опять же, отличные шеклы. Миндрейнджер, оказывается, всегда точно где надо. И тролль. В опасной позиции много деревьев там есть. Топоры проюзал. Вот он. Флокус файр. Пауэр шот. И чипик. До свидания. Доминейтинг. От Ку-ку. Можно покупать даже какой-то блинкдайгер. Может быть стоит задуматься о нем, а потом уже выходить. Погоним. Тем временем. Чизи подцепили. Вакуум. Каски. Минус Чизи. Вот так вот. Слушайте. Там и тролля еще убили. Убили и Некрофоса. Вот только воскресу. Убили Туск. Все это было не сразу, но тем не менее. Минус 3 за минуту. Очень неплохо. Айсара. Знаю, что там находится. Дараксиро как один, минимум. Ну и готовьте что лезть и воевать. Вортекс 3. Прим нам первый. Привет. Смайл говорит Айсара. Играем через Вортекс. Ну, раньше так и делали всегда. А были времена. Тут надо контрить. Тау же Винд Рейнджер. Тау же Эмпера, который очень быстро уходит в свайд. Тау же Дараксиро, который тоже быстро очень уходит в Баттл Трэнс. Ну и падает. Пышечка. У троля, кстати, несмотря ни на что. Нетворст-то не очень хороший. 0-3-3. Нетворст на уровне Виспая. Это провал. Это провал. Я и думаю, где его артефакты. Артефактов нет, потому что и денег нет. Пуск. В целом возле Секрит Шопа. Тут также Мидл Пышка падает. Шторм. Влетел. Вортекс. Ночь активируется. Есть и Сайллс. А вот он Сайллс. А Сайра и так уже без маны. Тролль. Вместе с фонареалой кейти прилетели. Джесси. Должен погибать. Последняя тычка. Прожимаются стики. Джесси уходит на 40 хп. Но урна висит 20 хп. 7 хп. 0 хп. Минус Джесси. Убили. Убили. Ночь потрачена. Но потратили сами СГР много. Нет, правда, касать не пробовал СПК. Еще ни разу в игре мы не видели ее. Но потратил искусственную ночь. Не очень похотелось ему это делать. Но пришлось. Выбрало было немного. Райер. Ченмейл. Хардреска. Ну и выход. Мекку, разумеется. А что же еще? Мека здесь будут письма кстати. Файты происходят постоянно. Нон-стоп. Шэдоу-блэйд. Винд Рейнджер. Ничего себе. Интересно. Очень интересный вариант. Часто его не увидишь. Обычно блинг. Аганим какой-то фастовый. К минуте 17-18. Но лотар. Ну, сейчас будет присутствовать эффект неожиданности. Притом огромный. Я уверен, что СГР не ожидает появления Шэдоу-блэйда на Винд Рейнджер. И сейчас какой-то шоколшот патролю зарядить. По виспу не важен. Но СН-3-то какие-то стоят все-таки. Они прослеживают. Хоть и СН-3 не против Винд Рейнджер. Но, тем не менее, они есть. Шторм в инвизе пошел. Джесси под самоками. Ночь уже настоящая имеется. Лотар, Твинд Рейнджер. Шторм далековато находится. Шоколшот. И вот он эффект неожиданности. Релокейт дается. Но не успевает улететь висп. Релокейт всего лишь первый. Поэтому задержка там 2,5 секунды. Но никак. И вот он эффект неожиданности. Да. Враг на тролле. На развороте готов воевать. Шторм. Полностью. Шоколшот по виспу. Виспа моментально убивает. Врыв на Райера. Но зачем на Райера? Это врыват. Очень толстый герой. Ставится коса. Минус 70 секунд. Не будет Арксира. Дезвар. Полосона бьет очень сильно. Такие вещдок, которые наконец убивают. Под Винд Раном. Винд Рейнджер бегает. Шоколшот. Шоколшот дается по Айсайре. Айсайра живет пока что. Но все это происходит очень недолго. Айсайра. Да ладно. Нет. Связали Айсайра. Связали еще и Полосона. Прожимает он стики. Дезпуль через секунду. Но дать его не успевает. Ну вот так вот. Да, Дарксир там чем-то недоволен. Мигает. Альтом. Притом распяет. Но. Минески-то возвращается в эту игру. Можно сказать это с уверенностью. Винд Рейнджер получает еще после Алтара сверху 1400 золота. Экономика такова, что 4000 за Минески. По золоту. Ну и 5500 по опыту. Вот так же за командой Минески. СГР тут немножко начали проседать. Снова Shadow Blade. А если какие-то СН3. Да, вот он СН3 ставится. Отличный. Понимает, что его видят. Благо тут крифы оказались. Так бы мог бы и погибнуть. Но теперь просто Висп вынужден тратить деньги. Судя все, которые у него есть. На СН3. Тоже самое относится и к Туску. Саппорты бедные. Висп. Боттл. Урна. Ботинок. И все. Туск. Ситуация такая же. Плачевные. Арканы. И СН3. Точно больше СН3 покупать. Хендов Мидес от Сталкера. Они самые ранние. Но он есть. И он будет теперь. Сн3 все сильнее. Кассел. Загулял. Поставил Вард. Бэтл Трэнс. Ну и без шансов. Да. То есть СН3 в ответочку. Но ничего не находит. Да. Не находит. Слушайте. Прям. Пару пикселей не хватает. Да. Бо найти. Вард команды Минески. Так что может быть не зря скушись отдал. Хотя денег там немало. 557 единиц. И почти 1000 опыта. Райер. Мека. Почти есть. Надо подфармить. Не надо сейчас лезть в файты. Ни в коем случае. Потому что обидно будет потратить. Неустойчивое золото. Потому что там его много. Ну и фокус флайер на бот. Бэтл Трэнс на топ. Размен двух башен идет. Но пока бесконтактные бои. Для Ку-Ку тратить фокус флайер тоже не всегда приятно. Кулдаун пока очень большой. Там целая минута. Ну и на только вышка-то стоит. Но дефить ее никто не собирается. Ну по сути тролль с маской. С Яшей. Плюс Некро. Плюс Физп. Это Изи Рошан. Можно его вообще без проблем забирать. Но пока Сгар не спешат. Они идут дальше. Неужели Минески не будут пытаться как-то наказать? Бэтл Трэнс пошел. И уже вторая вышка под атакой. Надо идти спасать ее. Надо идти воевать. Но прожимается Глиф. Пока опять же никто туда не выдвигается. Они ждут, что они развернутся. Но никто не разворачивается. Ведь выходит. Ку-ку. Блатари. Сентри стоит. Надо какой-то Шекл на расстоянии давать. Ну надо, чтобы подставился кто-то. Вот есть как бы тролль. По тренджовому крипам он что-то и вышло бы. Ну вот-ка-ка-ка. Шеклшот. Отлично. Об крипах. Какой же там рейндж? Посмотрите. Огромнейший брос. Натавится стеночка. Полосом. Дезвард. Пошел. Начинает пасть на рябите. У нас какие-то лаги небольшие. Но это понятно. Это Китай. Погоня дальше. Врываются Амберс перед. И Шеклшот снова отлично. По Чизи. Чизи. Повершот. Минус Чизи. Богоподобное. Винд Рейнджер. Зацепили еще и Чибикса. Чибикс пытается уйти. Его здесь находит. Ну и Чибикс. Последний удар. Превосходит богов Винд Рейнджер. Счет. 10-1-3. 2700 на руках. Ну, какой-то агоний. Можно уже покупать после Альтара. Почему нет? Ну и мы видим, что не зря ведь Ку-ку не прогадал. Неожиданный врыв. Ну вот этот вот рейндж. Что это было? Вот так вот примерно. Это ужас какой-то. Я все понимаю, но... Да. 17-12. Поплыли. СГР. 7500 по золоту уже проигрывают. Ну и около 11000 по опыту. 11000 это немало. Это прилично. Найт Сталкер себе. Что там привез. Сентрей. Бордов. 1400 у него есть сверху еще в придачу. Какой-то агоним, конечно. Агоним должен быть. Виндрейнджер, Огроклаб. Что это будет? Силю Рейдж, что ли? БКБ? Нет. Ну, летит сюда. То есть, значит, агоним. Правильно? Да, правильно. Агоним. Потом до него остается 1000 золота. И вот с агонимом его будут вообще остановить невозможно. Верка, которая получает буст в начале игры, она по-настоящему неудержима. Ну, тролль. Безетебе Яша. Но, опять же, у тролля все печально. Он идет четвертый. Дарксир его перегнал. Вроде Чибикс-то фармил. И все у него было отлично. Его убить не могли. А на деле 154 КДА. Отправляется невероятно плачевным. А тот же Эмбер, которого так же аналогично убивали, он перестал умирать. Он начал фармить. Тут врыв на Касла. Неожиданно находится Эмбер Спирит. Ставится Дезвард. Минус. Ну, и улетает. И Сайрон телепортим. Через полдатник улетает на максимально возможное расстояние. Вот тебе и загонгали Вич Доктора. Вот тебе и на. Опять же, вот такие вот праги. Еще 400 золота. Еще 600 экспы. Все это потихонечку, потихонечку, понемногу. Мелкими частями дает Эмберу шанс купить себе Кристаллист. А дальше уже выход в Удаедалус. И так далее, и так далее. Сталкер, Пойнт Бустер. Медится. Ну и вот. Еще и Вард находит, который исчезает через 30 секунд. О, деньги заформил. 50 золота. Аганим Скипитер. Ну вот. Артефакт Победы. По крайней мере. В мидгейме. Как убивать Виндрэнджера? Нужно в пятером просто идти фокусить Джесси. Ночь активировал. Сноубол. Ну там вся команда ведь находится. Джесси получает панч. Топоры полетели в бой. Джесси прожимает стики. Но урна висит. Топоры тролля долетают. До места назначения. И минус сталкер. Там много телепортов. Раз. Два. Ну. Пойдут мстить? Пойдут мстить? Неужели? Ну. Почему бы нет? Опять же. Такая Виндрэнджер. Даже шторма убивает. Через шекл фокус файер. Даже без пауэршота. Сентре нет. Но. Кукута об этом не знает. Кукута не знает. Что сентре там есть или нет их. Поэтому действует очень аккуратно. Вард исчезает здесь. Восли. Эншотов. Радиент. Ну и блин. Даггер от Эмбера. Ничего себе. Обычно его покупают. Но попозже. Но я решил что. Лучше сейчас врываться. Инициировать. Тролль пока только пытается нафармить Сен-Жьяшу. Да. Ситуация не самая лучшая. Дарксир. Гвардиан Грифс. По чуть-чуть. По чуть-чуть. Райер. Из меги. Превратил все. В Гвардиан Грифс. Рошан пока не тронут. Стоит на месте. Так. Эмбетс. Надо тебя отключить. Отключаем. Много вардов. Но сейчас дождаться еще какой-то аганимный. Сталкер. До него не так уж и много. Две тысячи. И тогда вот вообще веселуха. Я скажу ничего не будут видеть. В то время как Минуски будут видеть все. Да. Некрофос теперь Энш-то фармить не может. Ну и Некрофос этот пик реализовался он или нет. Потому что мы видели только лишь одну косу за игру. По Дарксиру. А так пока отполосы на то пользы. И нет на карте 2-4-2. Ну. Неплохой саппорт. Но то что говорит, что это какой-то кэрик, который будут убивать. Не знаю. Не знаю. Ведь же Эмбер флэмгвардом съедает весь дэмэдж. От косы. Ведь его так сложно просто. А вот Джейси можно попробовать. Релокейт. На топ. Эмбер. Проблемы. Дается коса. Ну и 100 секунд. Вот только я сказал, что косы мы давно не видели. Вот она и подъехала. 100 секунд не будет Эмбера. Сноубол. Прикатили Джейси. Но это ведь ночь. Стерночка поставилась. Панч. Вакуум по двоим. Чипик сводит собственными же иллюзиями. Побежали иллюзию за ним. Чизи в сайленте. Деск пульс. Все живут. Все здоровы. Вспортили много и другие. Но в итоге никто не погиб. Сталкер делает апаут. Кто летает на топ. То же самое делает и Виндрэнджер. Которого в файте в принципе не было. Сменяет на телепорт. Говорит, не хочу. Там же занято. Так. На Рошане. Какие-то есть движения. Ну да. Тролль пришел с веслом. Мы понимаем, что это же. Забирать Рошана можно быстро и легко. Полоса насбивает. Дептвард. Смоук. Джесси. Смоук в ответочку от команды СГР. Не ожидает, что без Эмбера ведь полезут. И правда неожиданно. Ночь активируется. Шекл шот. Пай с Айри. Сдаются каски. Ставится Дезвард. Байбэк от Эмбер Спирита. Шторм Спирит погибает. Некропос погибает. Минус. Так же вис. Какой же отличный Дезвард здесь стоял. Чибикс. Топ-аут. Не получится сделать. Вот он воет. Топ-аут сбивает. Ну и Чибикс. Павершот в лицо. Минус 4. Но байбэк зря делал Эмбер. Он вообще ничего не сделал. Он 0 дема же нанес. Если я правильно все понимаю. Да. Поспешил. Поспешил. Это зря. Трошана конечно заберут. Но и без Эмбера бы справились. Шекл шот. По Рошанчику. Сайленсы. Все что хочешь. Связки. Есть Туск. Есть Синевай Шард. Он даже их даст. Но толку от них немного будет. Конечно. Падает Рошан. Эмбер забирает себе Айксов за Иммортал. Дальше на развороте. Попытался подцепить Чиза. Не получилось. Ничего страшного. А тут есть. Дабл Сайкеншин. Ну и мы видим опять же. Ку-ку. С комбинацией Дезвардом. Отличным шекл шотом. Обивает любого героя на карте. И Шторм был самый здесь важный герой. От всего него смотрите. Я Бливин Став и Пойнт Бустер. Все понемногу. Но какого-то определенного арта нет. Ни Арчида. Ни Платстоуна. Ничего такого. Спармить Шторм. Лиса вместе с Тусиком. Мисп Клака. Уверенно выходит в Глимер Кейп. Ну и Тролль. Сен-Жьяша. Маска. По-прежнему ничего нового не появляется. Пока на одном месте Чебикс торчит. Ну и Грубайбэк сделал. Понятное дело у него денег нет. А Сталкер это с Аганимом. Так вот по чуть-чуть, понемногу. Шаг за шагом. И Аганим не даст ботинок. Отличные арты для такой минуты. И Сталкер на уровне Некрофоса. Но Некрофос это фармящий был персонаж. Но это был Лоуфлайнер как минимум. С саппортом. В то время как Сталкер всего лишь саппортом. Саппортом и Дасом. Тем не менее. Непонятно. Драка Блайбера против Некрофоса. Разошлись. Без войны. Ну и Некро выходит после Мекки в Аганим. Да, Аганим может решить. Исход файта. Особенность он происходит где-то вот здесь вот. Исход игры в принципе. Вот что. Без Вайбэка. Все может быть очень печально. У СГР очень мощный пуш-потенциал. За счет наличия тролля. Без па. Пушки они будут пушить очень-очень быстро. Ну и Минески. Имия Аегис понимает, что нужно идти его как-то реализовывать. Возможно подпушить. Имия Аганим. Они все видят. Они все знают. Фокус файр по вышке. Ну и Дефити из Гарнии должны в коем случае. Иначе можно здесь просто погибнуть. И игра завершится. Да. Падает вышка. Дальше идти на топ какой-то. Там лейн очень сильно пропушен. Либо идти на ботом. Вариант у два. Да. Помиду идти не стоит. Нембер убил виспа. Как он сделал это? Просто прыгнул. Он просто прыгнул и встанул. А из был на ЛОХП по всей видимости. Прикольно. Вылетает на топаути Некрофос. Тут Райер потратил стяжку. Больше ничего не было. Дабы остановить Телепор. Есть Шэдоу Мулет. Будет Глиммер Кейп. Уже второй при том будет. Еще плюс. Есть Лотаро Виндренджер. В общем инвизов у Минески предостаточно. То есть какой-то гем СГР явно не помешает. Пока что мы не видим гема. Мы видим Апоинт Бустера. И две также Клафи. Которые выйдут в Глиммер Кейп. Вышка под фокус файром. На нижней линии. Ну и так же она будет падать. Виндренджер под дабл дэмажем. Еще придачу Бэтл Трэнст. Пустаётся как-то тролли размениваться. Получает вот вид просто глифа фортификейшн. Ну и к троллю если что прилетят. И расскажут ему. Но успеет ли. Мышка падает быстро. Да. Телепорт. Дается. Еще один телепорт от Виндренджера. А куда же ты Чибикс уйдешь? От меня телепорт отлично там порвался Айсайра. А может быть и нет. А какой же там дэмаж уходит? Винвиз Виндренджер. Полусон словил Сайлоса. На развороте. На развороте. Неужели не хотят помочь? Да. Райер бежит. Райер. Все у нее имеется. Имеется стяжка. Имеется стеночка. Райер. Удавит просто Сорж и уходит. Не знаю почему не хотели повоевать сейчас. Но то что сбили телепорт спасло уже и спасло троллем. Если бы телепорт не сбили. Виндренджер это было бы 100% фраг. 2-900. Верка. Ну что, ждем какой-то Дейдаус. Манки Кенбар. Что даже поинтереснее выглядит. Против тролля. Может быть Хекс. Может быть БКБ. Вариантов хватает. Что можно купить. И все по сути одинаково будут полезны и нужны. Связка. Топары сразу в ответ. И улетает подальше. Рецепт на Линькин сферу будет. Ну да. И против Вортикса. И против Косы. Это прям идеальное решение. Потому что особенно таргетов у команды СГР нет. Их немного. Таргет их магии. Можно их перечитать. Это по сути то. Коса. Это по сути то Сноубол. И Панч. Это по сути это Вортикс. Ну там какие-то Сайлансы. Но то есть их немного все равно. И Линька дает очень много для Эмбера. Смотря на то, что убивать его будут сложнее. Пока ты там Линькуема собьешь. Он уже поймет что к чему и улетит на Ремнанте. У тебя просто не будет второго шанса. Видимо играет этот вот парень очень неплохо. 4-4-6. 220 крипов. По Нетворцу идет второй. Рядом с Виндрэнджер. У которой 11-1-6 по прежнему. Счет просто какой-то адово. Сильный адово. Клевый. Ну и будет Блокенбар. Сталкер. Проблемы. Могут у него быть. Сталкер. Но он себя видит конечно. Дасты. Никого здесь не нашли. Думали что может какая-то Виндрэнджер фармит. Но нет. Виндрэнджер здесь нет. Последняя тире-два вышка. У команды. Сгр. БКБ. Утроля появляется. Ну. БКБ с одной стороны круто. С другой стороны фокус фаер. БКБ пробивает. И ВРК будет бить. Все равно. И будет бить сильно. Эмбер также будет бить. Дезвард также будет бить. То есть против шеклшота, против сайленсов, против вайда, против касок. А так конечно ВКБ не является 100% защитой. Тут с этим ничего не поделаешь. Ну вот сюда комментарий конечно подбанит людей. Но к сожалению мне не особо удобно этим заниматься. Модераторов нет. Надо им отдавать. По голове за это. Те модераторы наши. Эмбера на ботами видит. Ну тут не один. Рядом команда в принципе находится. И в случае чего мы можем на телепортах прилетать. Рисковать не стоит. Ну вот если не пойдет Эмбер дальше. Может быть из Гор подумают, что давайте ворвемся. Не знаю, не знаю. Вижена то у них нет. Они не знают где команда все находится. Они ее не видят. А вот она не появляется. Команда. Они до сих пор ее не видят. Улетает роль. Да, улетает Висп. А делались легким испугом. Не более того. Иначе могло бы быть все намного хуже. Ну летит Линька. До Рошана. Кстати остается. Еще там минута до таймера. Ну и там мы узнаем уже включенное время. Воскрешение. Неужели пойдут на Сир-3? Ну ночь есть. Есть виртуальная ночь. Шакалшот. Немножко не точно. Связка. Некра пробили просто на 600 хп. Ну кубок БКБ. Регенерация в ботле. Врыв от шторма. Шторма. Подцепить как-то бы хотелось. Сложно это сделать. Так как был Арчит. Ночь активируется. Попытка номер 2. Связка. Фолсона. Связали. Отригенивают. Невероятно скоростью висп. Шакалшот. Отлично. Что надо делать дальше? Надо убивать сноубол. Закрываю тусик своего тиммейта. В итоге живет. Но Минески только ночь потратили. По сути все. Айтона еще длится. Так что заходы будут продолжаться. Ну и стеночку. Фокус вайер. По вышке. Вышка. Проседает. Связка. Отлично. По Некрофосу. Ну и вышка почти упала. Да. Минус вышка. Минески свою работу сделала. Она полностью фуловая. Ну и какой-то блин. Куда не хватает его. Фокус вайер. Фамилия Бараку. Прожимается Глиф. Ку-ку. Глимер кейп. Да, стой. Нажимаются. Отличная стяжка. Ку-ку. Здесь погибает. Без косы. Но все равно он умер. Эмбер улетает. Подальше. Надо воевать. Нет. Не улетает. Просто не будет воевать. На БКБ все-таки. А вот он уже на развороте. БКБ закончилось. Ставится Дезвуард. Дезвуард начинает напиливать. Чизи. Минус Чизи. Полоса нажимает Мекку. Наплевать на нее. Идут до конца Минески. Связка. Какой же там подхилл. Ну, опять же. Еще одна связка. Под флэмгардом очень больно. Что он ворвался. Убивает. Найт Сталкера. Гемб собирает. Здесь Вич Доктор. Но также его днищетные. 200 хп. 230. Прожимаются стики. Пошел подхилл. Еще одна тычечка. Последняя остается. Вижен есть. Но как убить? Как убить Касла? Тычка. Таки долетает. Гемб выбивает. Или получится? Эмбер. Связать. Но нету связки. Айсайра. 200 маны. Айсайра. Связку. Получил. Улетает на фуллману назад. Но там ремнант. И минус Асайра забирает гемовторсайд назад. Себе команда Минески. Фулл Тим Вайп. Размен на Верку. Найт Сталкера. И Вич Доктора. Вот так вот получается. Ну и надо идти бить Барак. Да, надо идти бить. Хотя бы Рейнджовый как минимум. Но лучше конечно и Милли. Ну и Рейнджовый. Ты хоть с уверенностью его убьешь. Так. Сигил. Пошел бой. Связали тусика. Нету фиста. Панч. Эмберу все равно. Он стоит и бьет. Вис пенята. Пробивает так же. Эмбер. Связал. А там телепорт от Некрофуса. А теперь нужно бежать. А теперь нужно бежать. Ремнант. И улетает отсюда. Вопрос надалеко ли. Есть коса. Но да, улетает. Еще один ремнант. И вроде как живет Эмбер. Покупает себе. В ультимативную арбу. Будет Манта Стайл. В общем. Очень много херк-фактов. Не самых популярных. Обычно БФ доедалось. Тут у нас Еленка. И Манта Стайл будет. А может быть и Скади кстати. Не факт, что это еще и Манта Стайл. Ну и Некроф. БКБ. Пойнт Бустер. Забросил идею фармить. А гоним пока что. Ну а думаю скоро к ней вернется. Тролль. Маска. БКБ. Сэнш. 1600 после файта. Ну файта был проигран. По экономике там около 17 тысяч преимущества за Минески. И 22 тысячи по опыту. Рошан номер 2 уже готов. Виндренджер тебе купила заявочку. Но надо Дейдалус. Но Кристаллис для начала. А потом уже и Дейдалус конечно. Потому что демодж уже начинает потихонечку не хватать, чтобы убивать. Но там в прошлом файте Верка стояла, будто у нее была Егис. Такая стояла. Говорит нормально все будет. Но ее завукустили и убили очень быстро. Ну что? Рошан. Эмпер связывает чипыксу. Летает ремонт. Опять же все разводит. Разводит команду энеми. Дабы она там не лезла на Рошана. Ставится в вард. Видят как минимум и доктора. Видят еще и Дараксира. А пойдут ли туда? Пойдут ли туда? Есть и смысл. Вард сбивается. Благо гема второсайд имеется. Ну очень рискованно. Не стоит того. Не факт, что получится. Возможно это будет просто файт проигрышный. Ну, Рошан остается на 3,8 хелспоинтов. Выходит Некропос в Лотаре. Виндренджер куда побежала? Побежала, посмотрела, осмотрелась. Никого не нашла. Тут Сигил прилетел. Сигил понимает, что никого на Рошане нет. Ну и что дальше? В смоках. СГР все-таки хотят воевать. Хотят, что-то попробуют сделать. Прошимают Гвардингривз. Райор. Так. СГР. Идут неплохо. Ну там уже вся команда рядом. Все абсолютно. Пытается с двух сторон зайти. Айшард. Дается. Ку-ку. Поцепили. Релокейт. БКБ. Ку-ку нажимают на позоваток. Минус Ку-ку. Отличная стяжка и стеночка дается. Но нет уже Виндренджер. Нет главного дэмэдж дилера. Минус также Вичдоктор. Джесси остается один против всех. Джесси очень больный. Джесси проседает также. Он минус. Уходит отсюда эмпер. Уходит Райор. Ну и снова убивают. Виндренджер, который не успевает нажать БКБ вовремя. Нажимает уже слишком поздно его. Когда погибает. Под косой. Да, под косой погибло. Ну и Рошан. Падает. А там Барак упал Милиш. Ну ой как неприятно же. Да, Рошан. Но в сторону пусть я лезг. Ой, влетел эмпер. Связывает. Пытается уйти, но там дается. Арчит и отдается триг еще эмбер спереди. Может быть не стоило. Может быть слишком рискованно было. Но он пытался как-то прилететь. Ремнант еще один сразу дать и улететь. Но Сайланс. Сайланс все планы сбил. Шторм ожидал возможного десанта. Ну и экономика. Не могу сказать, что она как-то восстанавливается. И камбэк нет. Но СГР показывает, что даже с таким отставанием они могут что-то делать. Не то, что не что-то делать, а обыгрывать файты. Забирать Рошанов. Райра. На меди ведет. Есть Некр. Пять секунд ультиммейта. Уходит на блинкауде. Шторм ворвался. Поздновато. Немножко не успели. Сталкер. Просто от иллюзий пытается убежать. Нельзя идти на мидл. Что будет ли файт? Эйджис у Шторма. Коски. Летают. Прожимается глип. Шива у Дараксира. Виндренджер готова к бою. В лотаре выходит. Шеклшот. Шеклшот по полосу. Ну, глимер кейп. А там стоит Тауэр. Тролля плюс Висп. Куку под БКБ. Просто стоит по Виспу. Напиливает. Висп. Шесть. Пять секунд. Ну, пауэршот. Ну, есть и Шекл. В принципе, Шекл. Пауэршот. Висп. Секунда остается. Она улететь не успевает. В итоге трипл килл. Адраксира. И Шторм улетает. Единственная база на телепорте. Вот, по сути, отдали. Аегис не тому героем. Был бы у Тролля Аегис. А у него место-то было. То, возможно, сложилось бы немножко иначе. И на развороте пойдут разводить на Байбеке. И разведут ведь. Разведут ведь. Шторм один не отдэфит. Как минимум Троллю. Может быть, Тролль останется. И... В таверне. А вот Некропос и Туск. Скорее всего, будут вынуждены сделать Байбеке. Иначе упадет вторая сторона. Что, конечно, не очень. Ой, Шторм. Байбек от Некропоса Курьер. Здесь погибает, так или иначе. Первый Байбек подъехал. И... Не жалея отойдут. Время-то есть. 10 секунд до Виспая и Тусика. Можно немножко подликать. Шторм. Ворвался. На Ку-Ку. Ку-Ку в Глиммер Кейпе. Ку-Ку живет. Косус ловил. Минус Ку-Ку. 100 секунд его не будет. Уже неплохо. Айсайра, правда, без мана. У него есть Аегис. Он это прекрасно знает. Он это понимает. Поэтому, по сути, так и на себя и разводил. Связка по Полусону. А вот Полусона можно упить тяжко по троим. Полусон от Виспа отрегенивается. И Полусон живет. В Глиммер Кейпе уходит. Полусон до конца. Стоит еще воюет на развороте. Эмбера проблема. Минус Абер Спирит. Ну, дальше. Касл. Сокрыли Айшардами. Уходит в Глиммер Кейп. Его должны видеть ставить с Н3. Касл. Глиммер Кейп не бесконечный. Форст Апаут. Да, Курьера потеряли. Но убили снова Виндрэнджер. Убили снова Эмбер Спирита. Правда, там был Айгис, конечно. Но не суть важна. Да. Они не сдаются. Они не играют до конца. 15 тысяч. И, несмотря на все это, Айсайры отыгрывают просто как царь. Виспа отыгрывает как царь. Некрофос там выжил только с помощью Виспа. Иначе бы никак не получилось бы это сделать. Ну и теперь ситуация зеркальная. А теперь они идут разводить на Бэйбэ. Ну, на самом деле, получится, правда, Виндрэнджера развести на Бэйбэ. Но они попытаются. Два вышка стоит на 3 ХП. Вот ее уже забрали. Мелесть не стоит. Сейчас погибать не надо. Ни сталкера, ни Вичдоктора. Потому что там с Бэйбэком ситуация немножко не такая хорошая. Вичдоктора, например, нет Бэйбэка. У сталкера есть, но у нее еще и гем. Отдавать его не надо. И команда из игр просто уходит. Просто отходит подальше, да. Пока радоваться рано. Это еще не камбэк. Но это заявка на то, что отыграться можно. Шторм. Шторм. Линкар. Чует ПТ. Тысяча золота. Ну. Кутюши его можно купить. Можно Хекс купить. Пластон, наверное, уже поздновато. Сорокая минута. Посмотрим, сможет ли этот Шторм с тролем. Который потихонечку, наконец, начинает тебе показывать. И уже можно купить Макейкенбар. Но Бэйбэка не будет. А может быть... Черт этот Бэйбэк. Да, правильно. Потому что Бэйбэки они хороши. Но если у тебя не будут МКБ, то он даже, наверное, Бэйбэк особо не решит. Все проблемы. Ротов Атос. От Полосона. Ну. Интересно, слушайте. Бэйбэк он немало. ХП 5,30. И замедление. Замедление. Против того же Эмбер Спирита. Драйвер. Ну. С другой стороны, 40 минут уже. Может, что-то стоило покупать поинтереснее, нежели. Ротов Атос. Ладно. Эмбер. Скадя. Ну. Тоже к вам вопрос в чатике. Эмбер. Скадя. А может, доедалось все-таки? Да. Нужно ХП. Но и демеджа уже не хватает, ведь. Пароку фокусят быстро. Даже если она кого-то фокусит, демедж уже не так сильно она может выдавать. Такое огромное, как было это в начале. Да. Искадя готова. Вот она, Скадя. Блинк, линькам, бэп, бт. Не самый стандартный итем билд. Напоминает какого-то Энви. Но пока Эмбер не проиграл своей командой. Семь-шесть-восемь. Мне не знаю, что это. И ты был плохой. Не в праве осуждать игрока. С командой Мюнесски. Собственно, выбор. Который пока дает возможность команде не проигрывать. Уж точно. Графики, графики. 15 тысяч по-прежнему. Ну и по экспертам около 13. В смоках СГР. Побежали. Делали еще одни очередные фраги. И встреча будет буквально через пару секунд. Эмбер спирит находит роля. Троль БКБ нато нажимает. Троль БКБ нажимает. Дарксира. Поцепили. Но Виндрэджер живет. Виндрэджер фокус файер. По Чибиксу. Чибиксу очень больно. Очень больно. Шакалшот. Отлично. И по Чибиксу. С тяжко под четверым ставится стеночка. Ну, тут пошла коса. Райер на 50 кп. Все-таки выживает. Лети Деспульс. Деспульс добьет. Уже не важно. Убивает Виспа. Убивают роля. Тепаут от Поллсона. Поллсона. Шакалшот. Еще связали в придаче. Минус Поллсона. Минус 4. И только лишь Транспирит уходит на базу. Не получилось. Неудачно. Неудачный врыв. Не нужно было Эмбер спирита фокусить. Не нужно было Дараксиро фокусить. Нужно было именно Виндрэнджер. Она оказалась без фокуса. Нажал наконец свой БКБ. И уже ее никто не мог остановить. Байбека у Тролля нет. И вот тут, кстати, важный факт. Он только что МКБ купил. Но оно не помогло особо. Или не помогло. Потому что Тролль там особо демиджа не влил. Ну и только Шторм. И Бисп. Могут дейпить Бисб Байбеком. Но пока одели Шторм. Шторм на Фоллмана будут летать. Вот так вот. Чудит. Но. Потому что Утак пришел. Балки сразу нажал. Но вторая сторона падает. И пойдут ли на третью? Можно идти на третью. Время-то есть. Времени-то хватает. На Амега Крипов уже не отдэфиш. Ремонт оставляет, конечно, под сейви. На всякий случай. Это понятное дело. Сейчас Фокус Файр появится, как раз. И под милишный барак. Глип у команды Эсгар нет. Ну и Ночью активируется. Чтобы прям наверняка Шторм влетел. Фокус Файр. И бить, 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 бить. Мега Крипов делать. И на этом игра, скорее всего, завершится. Туз прилетает. А из Шарс, ну уже не важно. Это Мега Крипов. Это Мега Крипов. БКБ. Можно бежать. Слыбка на глазах. Поцепили Джесси. Джесси БКБ также нажимает. Пытается уйти от преследования. Там Тролль. Ку-ку. Шеклшот. Отлично. По Чибиксу дается. И Чизи. Поцепили Ку-ку. Ку-ку без БКБ, как мы помним. Чибикса. Убить. Чибикс. Живет. Остается у него 100 хб. Но там Фис тот. Эмбер Спирита. Эмбер Спирит. Поцепили. Если коса. Коса есть. Коса дается. Опа. С 20 секунд без Эмбер Спирита. Хорошо. Но Мега Крипы. Это Мега Крипы. Как их допить? Сплоша нету команды. СГР вообще нет. Да. У них есть там способности, которые помогают убивать. Сразу несколько юнитов. Дес Пульс. Ай Шарс. Ремнанты. Но. Да. Как бы это все круто. Но СГР оценили трезво. Ситуацию. Что дефис Мега Крипов. Это просто не имеет никакого смысла. Ну и гуд гейм. Команда. Минески первую карту выигрывает. И теперь Лесбер. Тучи. Над небом. Все плотнее. Нужно отыгрывать целых две карты. Иначе они уйдут в лузера. Отдыхаем мы. 5-7 минут. Ну и в следующей игре надеемся на камбэк.